Продолжаем встречать гостей. А гости-то у нас непростые. Все с какими-то домашними животными приходят. Да, да, да. И если у нас тут были собаки в студии, то теперь да, да. Ну, это звук свинок сейчас был, да? Это именно звук свинок. И прямо сейчас у нас в студии находится... Но не обычных. Вот. Это морские свинки. Вы посмотрите, сразу-таки оживились. Когда о-о-о, всё, в студии. У нас Ирина Городилова, заводчик морских свинок. Доброе утро, Ирина. Ирина, скажите, пожалуйста, можно ли их считать вообще экзотическими животными? Ну, это же не собаки, не кошки. Да, их относят к экзотическим домашним животным, потому что они в содержании более прихотливы, чем кошки и собаки. Много есть нюансов, много есть пород. Поэтому, да, их смело можно относить к этим животным. Он как-то недоверчиво смотрит, мне кажется, сейчас. Они вообще дышат, нет? Как будто они задержали дыхание. Мы ничего не скажем. Я говорю, так, ну-ка признавайся, как с тобой обращаются? Всё ли хорошо, кормят тебя, ухаживают за тобой? Всё хорошо? Он что-то отвечает, но ты просто не понимаешь. Да, не по-своему. Мне кажется, он в глаза зрителям, в глаза мне смотрите. Он такой серьёзный. А у нас здесь разные породы, да? Нам объяснили, но телезрителям скажите, кто вот один-одинёшенька в камере вот в этой? Да, у них занимаются разными породами. Бесшёрстные морские свинки называются порода скини. Они не имеют шерсть по телу, они такие рождаются. Но шерсть у них всё-таки присутствует. Это на лапках есть немножко и на носу. А не стоит рисковать его доставать? Или его можно достать? Можно его достать, посмотреть. А достаньте, пожалуйста, его, чтобы подробно... Я не рискну, честно. Он, наверное, сейчас побежит по месту. Ирина сказала, что мужчины, мальчики, они активные очень. По сравнению с девочками его своими, да? Девочки более скромнее на данный момент находятся. Ну, в принципе, как и в жизни. Девчонки более скромнее, парни активные. Слушайте, а он такой же, как вот кот, да, бывает? Да. И горяченький. Да, у них теплообмен повышен из-за отсутствия шерсти. Ага. Взгляд бешеный. Видимо... Они меня гипотизируют как-то. Видимо, заводят те, у кого аллергия, может быть, на шерсть или как? Для чего такая выведена порода? Она выведена достаточно просто случайно. Случайным образом в лаборатории смутировал ген. И такие свинки начали рождаться. Заводчикам стало это интересно, и они этот ген закрепили. Убедительно. Я как человек активный, мне вот интересно. Для меня подойдет такая порода вообще, морские свинки, с ними играть можно, как-то хочется, или только оху посадил и смотри на них. Навряд ли подойдет, потому что играть они не играют. Они живут у себя в закрытом пространстве и на открытое пространство реагируют испугом. Скажите, пожалуйста, то есть с ними как-то взаимодействовать, в принципе, только любить и гладить, да? Конечно, общаться, гладить, наблюдать. Они социальные животные, они в парах, ведут себя достаточно активно в своих жилищах. Они носятся, они бегают, прыгают, радуются, общаются, издают звуки различные. Угу. Насколько просты они в уходе? Вот это мы сейчас говорим тем мамам, которые долго-долго сопротивляются, а дети долго-долго просят. Свинку хочу свинку. Да, да, да. Ну, в уходе они и просты, и сложны одновременно. Здесь есть несколько правил, которые заводчик объяснит, и уход и забота станет достаточно простой. Ну, у какого характера правила? Как мыть? Мыть их не требуется, то есть все думают, что их нужно выкупать и сделать чистыми. Да, они чистятся в опилках, они содержатся в стружке средней фракции, и там они спокойно чистятся. Есть даже белого окраса свинки, которые поедают овощи, да, которые красящие, и они спокойно очищают сами себя. Поэтому мыть их не требуется. Едят они достаточно часто. Если я в руки возьму, что-то произойдет? Нет, ничего не произойдет. Мерсель, Илья, нет, ничего. Первые три секунды ничего не произойдет, а потом, Валера, беги. Нужно взять просто правильно, чтобы свинке было удобно. А, по свинке что-то? Больше ничего. Вот, все. Валера, бери правильно свинку. Что-то вибрация какая-то пошла, вибрация. О, вот так вот. Какая миленькая свиночка. Скажите, а почему их называют свинками? Что в них от свиней вообще? По-моему, ничего. Свинки, они считаются потому, что они издают характерные звуки, хрюканье, как свинки. Ну и в своем жилище устраивают беспорядок. А, да? Да. Вот так, казалось бы, и не слышат. Ты слышишь, как у них хрюканье? Послушай. Они бесшумные какие-то. У них режим без звука стоит? Сейчас, в данный момент, да. Ключился. А можно нарваться... Спокойные такие вообще. А можно нарваться на очень активную свинку? Что вот покупаете вот такое животное, которое любите гладить, а оно как давать по всей квартире, например? Ну, в квартире их не отпускают, в открытый доступ. Конечно же, нужно сделать некий загон, можно из подручных средств, чтобы животное никуда не убежало. Они боятся открытых пространств, вы сказали, да? То есть, им лучше жить в коробке какой-то, да? Не в коробке, да, ну, в закрытой территории, которая им уже адаптирована. Вот этого мало, да? Вот этого мало ящичка, да? Да, этого мало, конечно. Какой ящик должен быть? Два такие, то есть прямо... Клетка должна быть, ну, на одну свинку 80 сантиметров. А, 80 сантиметров. Так что у вас здесь, да, социальная дистанция не соблюдается свинке, к сожалению, у вас. Давайте подведем итог. Для людей, которые сейчас насмотрелись на свинок, тоже хотят их завести, я вот, кажется, в их числе... Ты же кота хочешь? Что? Ну, и свинку тоже хочу теперь. С этой секунды. Что нужно знать? Скажите, пожалуйста. Заранее нужно подготовить условия, изучить особенности содержания, понять, есть ли аллергия на животное. Так, аллергия. Бывает, да? Бывает. Лучше сдать на аллергены. Люди приходят, некоторые, как бы, ответственный подход у них, они уже приходят со справками, что у них на это нет, у них аллергии. Нужно учитывать, что у свинок основа рациона это сено, то есть оно должно быть постоянно в клетке, в сеннике, поэтому придется запасаться сеном, опилками. На это нужно выделить место. Дома сток такой будет. Ну, сеновал такой огромный дом мы устроили. А это все для наших свинок, не переживайте. Да, тут у нас свиньи, тут у нас сеновал. Я у всех спрашиваю, кто к нам приходит, есть ли у вас желание, может быть, уже завести еще кого-то, какие-то экзотические животные? Да, у тех, кто приходил с собаками, мы спрашивали, а не хотите ли экзотических животных завести? Ну, вот у вас, спросим, не хотите ли обычных собак, кошек? У меня есть и собака, и кошка. Да? Поэтому у меня полный дом. Все, вопросов больше нет. Ирина Городилова, заводчик морских свинок, да и не только, прекрасный человек и справляется со всеми идеально.